Привет, девчули! Гламурная тётка Глафира Абрамовна заранее поздравляет всех с наступающим Новым Годом! И в очередной раз готовит для вас специальное блюдо, которое я хочу посоветовать моему, ну, не могу сказать любимому, но такой уже известной блогерши моей землячки, Леночки Ильичёвой, я заметила, она часто и очень часто делает ленивые голубцы, ленивую лазанью, а я сделаю ленивую селёдку в шубе. Смотрите, всё очень просто. Берём любимый Ленин лаваш. И поливаем майонезом, но не так, как Леночка. Я экономлю, я столько не могу покупать майонеза, сколько она может себе позволить, потому что я считаю, что майонез всё-таки немножко вреден для здоровья. Но это, конечно, дело каждого. Теперь берём ложку и размазываем. Ой, у меня тут всё сползает. Ну, вы не обращайте внимания. Эта селёдка под шубой, в шубе, извиняюсь, девчули, готовится вот прямо на скорую руку. Почему ленивая? Потому что здесь нет ни морквы, ни картофеля. Здесь есть только селёдочка. Смотрите, как она у меня мелко порублена. Буквально в пыль. И свёклка. Ну, соответственно, кладём вот эту вот часть свёклы. Свёклы, как некоторые говорят. Размазываем по лавашу. Буряка. Буряка. Буряка, это у вас там где-то говорят. В нашей области, не знаю там, как у вас говорят. У нас не говорят «буряка». Потому что всё неправильно. Только у нас всё правильно. В нашей области. Поэтому не знайте, не говорите. Ловышка у меня небольшой. Тоже из серии эконом-класса. Я не могу, как Лена, себе позволить купить сразу три луаша. Я покупаю один. Вот. Это так Лена говорит часто. Теперь на эту свёклу, свёклу, мы выкладываем на буряк. Мелко порубленную сельдь. Я не стала покупать, которая купается в ортофосфорной кислоте. Да-да, я выучила это слово. Я купила обычную тушку селёдки. Почистила её сама. От косточек освободила. Посмотрела, как это делается на Ютьюбе. Селёдка освобождённая. Освобождённая полностью от гостей. Для гостей. Выкладываю её. И разравниваю, как могу. Это у нас будет с вами оригинальная, быстрая закуска. Можете её подавать к водке, к шампанскому, к пиву. К водке. К горячительным напиткам. Я не знаю, что вам там слышится и видится. Как слышится, так и пишется. Да, теперь берём моток пищевой плёнки. Прямо моток. Моток. Который мотальщицы наматывали, видимо. Моток пищевой плёнки. Немного. Мы поверхность стола. Чуть-чуть, буквально. Смочим водой. Маленько. Вы мне сегодня так мешаете? Так мешаете? Моё дело не мешает. Просто не представляете. Вот так вот делаем. Она тогда прилипает. Этот лайфхак я вам уже показывала. Кто внимательный, тот вспомнит. Пищевую плёночку взяли, расстелили. Аккуратно перенесли туда лаваш, если у вас получится. Если не получится, то вы сначала скручиваете рулетом поплотнее. Помните, что всё-таки у нас закусочка такая лёгкая. Она должна немного пропитаться. Не надо её держать. Она раскисельится у вас, как кисель. Перенесли. И завернули. Ну, если кто делает домашние роллы, тот знает, как это делается. Вот так вот взяли. Я плёнку не люблю есть. Я из неё выплюваю обычно. И не будете. И она должна у вас полежать где-то, ну, приблизительно полчаса. Пока вы там с гостями тролливали по первой рюмашечке, потом вы быстренько метнулись, девчули, на стол, на кухонный нарезали и подали. Как подали, я вам обязательно покажу. Ну, всё, девчули, готов у меня мой рулетик. Прошло совсем немного времени. Достаточно, я вас уверяю, вот полчаса, первые две-три рюмки и всё. Уже бегом за рулетиком. Видите, как пропитывается. Снимайте с него плёночку вот эту. Выкидывайте, она нам уже не пригодится. И начинайте нарезать. Концы лучше выкинуть. Они нам больше не пригодятся. Вот, чтобы вы в разрезе понимали, как это получается. Ленивая сельдь под шубой. Мне вот чуть-чуть неудобно, я не с того кончика начала. Не с того кончика звучит. Мало ли как вам звучит, вы известные извращенецы. И делайте вот такие розовые розочки. Всё зависит от качества лаваша, которого вы приобретёте. Я беру в специальном магазине в армянском. У меня там свои знакомые есть. Они мне всегда предлагают только свежую продукцию. Кому надо, обращайтесь. Ленивая селёдочка под шубкой. В шубке мне уже прям вот нравится. Прям хочется уже вот кусочек и слопать. Но я подожду, пока я всё не оформлю, я себя подержу. Конечно. Вот чуть-чуть у меня уже разваливается. Старайтесь это быстро съесть, пока гости не совсем у вас ещё в таком состоянии. А то не смогут брать. А то разваляют по всей хаде. Разваляют, не то слово. У меня, видите, мужчина какой же обученный. Всё знает. Как потом сложно прибираться после гостей. Вот обратите внимание. Получился у нас замечательный такой закусочный салат. Подойдёт он к любому салу. Делается моментально. Не надо долго мучиться. И всех приглашаю ещё раз на свой канал за новыми оригинальными рецептами для настоящих гламурных девчуль, которые умеют ценить красоту и кулинарное искусство, которым я постоянно обладеваю, совершенствуя свои способности. Спасибо Лене Ильичёвой за её канал. Ну, а с вами была гламурная тётка Глафира Абрамовна, которая плохого никогда не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, рассказывайте, ели ли вы вот такую закусочную селёдку, ленивая сельдь в шубе. Всем спасибо. До свидания.